Окей, ребят, здравствуйте, еще раз привет. Мы с вами продолжаем стрим и продолжаем с игрушкой Assassin's Creed Odyssey. Смотрите, в честь Хэллоуина появился набор. Вкусно было кушать? Да, вкусно. Спасибо. Мифический набор Царства Мертвых. И как по мне, это нещадно дорогой набор. Вот дохрена такая цена. Просто байт на Хэллоуин. 1500 хеликсов. 1500 хеликсов. Их никак не приобрести. Можно купить 1550 хеликсов. И это тысяча, мать его, рублей. Тысяча рублей. Одна, вторая от игры. Ради текстурки. В чем? Кто вообще эти суммы назначает? Почему вся игра стоит всего лишь в два раза дороже, чем текстурка? Бред. Просто, просто, блин, бред. Риланс, привет, привет. Роуч, привет. Влад Кутузов, Red Dead Redemption будет после Assassin's Creed. Я вообще никуда не спешу. Поэтому в Assassin's Creed поиграю хорошо тоже. Они чего-то знают, чего не знаем. Мы сегодня наваляем Минотавру. Блин, вполне возможно, если по опыту подойдем туда. Сейчас пока до этого далеко. Сейчас пока пойдем на запад Крита. Критского полуострова. Там посмотрим. Там ближе к делу будет видно. Слава богу, никто еще не отписался за время моего отсутствия. Мне как понравится вкус один. Я не могу остановиться и применять на что-то другое. Говорит, борода, ты понтифику. Это ты про что? Про что, про что, про что? Сколько процентов игры я прошел? Ну, блин, не скажу. Где здесь? Если в игре здесь где-то подсказывается об этом, то скажу. Если нет, то не скажу. В общем, короче говоря, мы вон они где. Восстание в картине. Вот эти задания имеет смысл выполнить, чтобы типа качаться. Кулюш, мы никуда не спешим, то why not. Ого, сальтуха и схватил. Красавчик. Так, надо звук громче сделать. Отлично. Не читай. Че не читать? Не читаю. Распробовать слость успел. Вот это не читать. Не читаю. Че не читаю. Храм Афины. Полиухас. Полиухас. Давай. Что нужно? Покой. И месть. Подаришь мне это месте? Мы отдадим все, что у нас есть. Расскажи о случившемся. Последователь ОРССЖ. Они сжигают наши дома и приносят целые семьи в жертву. Эти малаки отравляют жизнь всем грекам. Они должны страдать, как мы, чтобы живые смогли обрести покой, а мертвые были отомщены. Мы с копьем поможем. Спасибо. Ты не представляешь, как это важно для нас. Скажи, где прячутся последователи? Последователи ОРСС живут в пещерах среди гор колыбели Зевса. Я выгоню их. Ништяк. Хорошо. Давай. Месть подают холодный. Смотри. Нам нужно всего лишь еще четырех убить. В пещерах колыбели Зевса. Блин, ну мы практически зараза выполнили это задание, пока были в пещерах колыбели Зевса. Ладно. Вы еще эти два возьмем. Созвучки, да, забейте, вообще все равно. Попробуй найти укрытие. Класс. Нашла укрытие. Молодец. Намочилась. Намочилась только. Короче, нам нужен опыт, 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 опыт. Здрасте. Что за работа? Работа опасная. Мы оба можем погибнуть. По-другому не бывает. Речь идет о власти. Я стану правителем Гортины, развязав войну. Ребят, простите, сейчас надо Алису на горшок посадить. Сори, сейчас подойду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 хочу так ну погнали выбрать нового лидера им стану я и тебе нужно срубить пару голов всего одну сюда прибыл посланник из феста хочет заключить мир с гордин его смерть без сомнений приведет к войне между нами что я получу тебе хорошо заплатят за работу значит развяжем войну но мне нужно кое-что узнать прежде чем начнется война нужно ослабить гортину уничтожь припасы выкраде ценности и убей проклятого посланника значит развяжем войну ты ведь знаешь что делаешь мы хорошо все продумали приходи когда выполнишь работу но странно на восстание в гортине мы же по-моему бились уже за эту локацию или нет и лечит тут и вижу ну кей давайте про rdr2 на rdr2 ладно сейчас это тупо обсуждать типа игра другая чуваки короче еще одно задание тут гоф мне есть что тебе предложить не хочешь ли открыть совместное дело мы будем делить прибыль между собой об этом речь точно делим работу и деньги но каком деле идет речь я делаю луки из редких материалов и мне заказали лук из самых лучших клыков мне нужны клыки рыси львицы и акулы могу и тебе лук сделать если ты мне поможешь я добуду клыки если скажешь где их найти у акул кстати зубы они клыки а это мелочи клыкастый лук звучит лучше итак вопросы я их добуду спасибо тебе да конечно прямо изи это был нет тебе где искать эти острые прекрасные клыки так я добыл не подскажешь мне где водятся рыси конечно к северу от минойского капища что на колыбели зевса но учти как выси злые лица здесь на крите с этим нам крупно повезло одному богачу везут львицу по дороге из феста в гортину подскажешь где найти акулу в море например бухта осьминогов в той бухте полно зубастых тварей окей ладно всем я буду спасибо тебе subscribe понтифик спасибо большое за подписку спасибо плюс 1 плюс один снивер в копилку каждый участке обязан оформить диме под письку капом дим ты кишо там насчет ктулху и гвинта ну я спасибо во первых во вторых я вразумил что зачем спешить а то дохватаясь опять всего подряд будет потом проблем на давайте поступательно заканчивать то что имеется а потом уже браться за новое спасибо большое за бульдера для всякое такое так давай чего по заданиям редкий круги даже на вытерры сиклы а можно просто добыть а почему он не показывает мне где эти рыси хереси и так далее что ты такой бесячий ну ладно дима аллергия на подписку понтифику на слово подписька аллергия спасибо большую будь здоров расти большими 28 лет куда мне расти еще если меня тут заметит квест был выбран он показывается на этого мужика тех чуваков так что не надо мне тут ла 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 Похер ли толку, что ты меня видишь? Абсолютно не то, что хотел сделать, но ладно. Я хотел другой R2, R1, в ярость хотел войти. Вот так, отлично. Капитана убили. Посланник, это ты, да? Добиваем. Бегать меня заставил, падла. Благодаря тебе мы одержали победу над Фестом. Как обещал, я позабочусь, чтобы тебя включили в совет Були. Мне стало известно о ваших разногласиях с Патолемеем. Если он станет мешать, я его устраню. Держите, сиденье в тайне. Угу. Как нифига. Так, найдите предводителя Миссара и убейте его. В общем, ну понятно, да? Типа, здесь прямо именно вот войну-войну надо будет устроить. Ого! Вот это было хорошо. Я прямо в голову его бахнул. Предмец посланника не взял? Ща возьму. А как не взял, если у меня книжка и письмо с него? В смысле не взял? Да я троллишь, небось. Да взял я все с него, отчет и вот, смотри. Пустое он. Ты, ты смотришь. Реланс. Не очень внимательно. А еще меня обвиняешь. Сбирай, 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 сбирай. Я думаю, просто раз уж мы тут, то нам надо все закрыть. Правильно. Отлично. Еще один сундучок. Две, 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 две точки с припасами. Пленяк такой дикий просто. Вот на фифе даже он был уже. Это все с недосып. Спите хорошо, люди, чтобы у вас мозг работал. А не как вот я. Да, 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 да. Если вы там приходите на работу, на учебу у вас вот это вот начинается. Это значит, что надо спать больше. Сука, просто спать надо больше. Это все. Ну и не просто спать, на самом деле, нет, неправильно я сказал. Не просто спать, а... Нужное время спать. Распорядок иметь, чтобы у вас тело привыкло и не стрессовало ко всякому говну. То вы в одно время ложитесь в другое, то в третье, то в десятое, то в пятое. Это вообще нахер надо спать. Вот так делать не надо. Да, слышу, а где еще? О, нифигасе. Почему я их не видел? А почему я вас не видел на тех... Не понял. Потому что это не оно. А, вот. О-хо-хо. Прикольно там. В водичке есть ништячок. Так. Блин. Вообще-то мне наверх, но я внизу хочу тоже ништяки собрать. Не знаю, зачем они мне. Вот прям надо, надо, надо. Надо. На, на самый верх. На, на самый верх. На, на. Так, ништяк. А, дом, 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 дом. Я хочу, да, вот, вот, вот. Хочу очень сильно в водопад посмотреть. Эээ, вот. Ва-вэ. Ну, вы видите, опять. А, э, а, уа-а-а-а-у-а. Все, друзья, стрим. А-а-а. Вот такой вот. спартанские которые я узнает но вот этот сундук я тоже возьму не знаю зачем не спрашивать возьму и все вот смотри вишу от мисси это куда меня ведет все таки наверное это из-за того что у меня колья есть копия везде лыки и точнее все все что нужно на чем бы меня вес по точкам правильно есть у меня куки ну come on убивал я много раз уже рыси и львицы и всех всех напомнить тебе где искать эти спасибо тебе ясно 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 так ладно а мы же убивали ну ладно пойдем 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 убьем еще одного предводителя или мы не убивали тут я все путаю неважно тары 7 точно минары все у меня нет у меня есть к цивилизации начало начал греческой женщины носили длинные красивые платья и при этом грудь была полностью открыта айнекс говорит лучше не что это жопы хитро попой зол филантроп золото филантроп что-то как-то тебя странно охраняет брат зол филантроп побежден все возвращаемся к тельмею хорош ты ну пройди ты уже туда вот молодец назад пожалуйста сока мега блин в воровка наконец-то у вас поджег минотауру другого не дано ограбил минотауру все красава храм димитра вы видели там крит какой было скрытая атака нанесла урон фула в половину хп и крит добился это дело арман мы только сели в сессии наиграть и сессия так что не думаю что скоро мы сядем играть уреда 3d демшин 2 нормально по натуре или нормально мне нравится готова гортина ослаблена дальше дело за тобой хвала богам вот держи свою награду после войны были избирать нового главу венец тесея ну да выполняя просто миссии тут вы получаете все что связано с тесеем красиво наверно 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 на 12 процентов урон война чуть меньше урон охотника и война но зато красиво закрепался уже в быке ходить если честно тридцать пятый уровень тридцать пятый уровень о берегись берегись минотавр идет к тебе 40 скоро уже совсем немножко осталось и хан сдать тебе придет рыси клык писи клык все сюда короче клубиль зевса давай вот смотри здесь пещера есть погнали там мы сможем найти рядом где-нибудь рысь а в пещере еще и эти последователи ареса ты лимей так погоди где он нет ну и ладно ладно я сказал не знаю чего у всех проблема с обещанием у меня и десятка обещает и телефон бородатый говорит круто а а и а и и и и и и как символично были бы подписки на усоси не говорит действительно чё это вы там не под не подписка вы и тесте последовательность за вами идут от афины да блин даже раньше по моему от афин надо было говорить если бы если бы имелся ввиду город дима все-таки имеется ввиду богиня афина так что зря наверное я ляпнул о том что даже раньше ой мозг и да я сообразил это уже хорошо это уже как бы бонус так мы смотрим ну да вот они вот не господа хорошие конечно конечно ловим значит так тут еще и деревянная табличка где-то заныкалась ясно там еще и солдаты вообще ясно сейчас вас всех не будет не станет но он слабенький не понял а а Да, да, да. Что еще скажете? Ты, блин, ты выжил, дядя? Ну хорош ты. Не-не-не, все, в уроне я уже проигрываю очень сильно. Навалить лилей Оресу, это, наверное, что-то вроде хобби для Афины. Чуть он попытается начать беспредел, тут же приходит Афина и вырубает его. И не для этого Янь. Наоборот. Свобода! Спасибо! Да не за что. Так, а они засчитали то, что я, типа, убил последователя или нет? Ну-ка, 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 ну-ка. Посчитали, засчитали или не засчитали? Да, засчитали, все, типа, вернуться. Ай, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо отслеживать. Добудьте Рыси Клик. Клик-клик-клик. Ну, короче, где-то тут есть. Вообще, на самом деле, вы были правы. Действительно, мне нужен Рыси Клик. Так бы он писал. Добудьте Акулик. Клик. Ну, блин, мины Клик. Но все это у меня есть, кроме Лысего Клика. А вот и Рыси. Клик-клик. Клик. Кิк-клик. Музыка. Муза. Муза. Субтитры сделал DimaTorzok Тише Рысь жесткая Но в целом Надо порадоваться за то, что Нам не хватило в свое время Получается только Шкуры именно этого животного Да я иду твое налево Серьезно? Охренительно, на одного Серьезно, на одного Пока накопишь эти три штуки с этими кошками Были какие они потные Просто попасть не могу даже по ним Да хватит уже Надо цепляться Мирные наблюдатели Которые рядом Вот эти с рогами Бегают Они немного раздражают Потому что Потому что они тупят как-то дико У вас есть шанс свалить Пока два хищника дерутся Один кто-то из нас выиграет Вам же хана Послушали и свалили Кроме тебя, да? Ты важный очень Ну и лови Ну и лови Фух Рыси здесь хотят бавлей Так, ладно Два задания выполнены между тем Два задания Слышите Нет, мы Я хотел сказать Мы старику К старику-то захаживали Точно Захаживали Было-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало Поро-поро-поро-поро-поро-поро-поро-поро Интересно Лук, который он даст Он действительно нормальный Или Ну такое себе Я ставлю на то, что это Ну такое себе Потому что Ну квест не то чтобы Сложный Хотя может быть Он не то чтобы сложный Как раз потому что У нас уже практически все было С другой стороны Он должен быть под наш уровень То есть 35 Может даже 36-37 быть Вот Так что может быть и хороший Все-таки он какой-то так Уникальный Здесь много охраны Риланс Вот смотри Разница между Ответом Бородатым Бро И твоим Она заключается в том Что ты знаешь А он нет Он предполагает И у нас Дискуссия А ты располагаешь У нас просто вопрос-ответ Вопрос-ответ Это скучно Вопрос-ответ Оставьте в школе У нас Здесь Проходим вместе А не слушаем человека Который прошел И все знаем Спасибо большое Не нужно пожалуйста Писать точно Ладно все Если ты знаешь Не надо писать Я буду узнать Что ты в чате И если что Буду спрашивать Если Вот прям Что-то такое будет Я скажу Прямо Риланс Ты вот проходил Скажи пожалуйста А тут-то Че Да как Да где Да что Да шуля Ничего себе Спасибо большое За рейд Спасибо тебе большое Здрасте У меня Оповещение Здесь сломано Блин Нафиг Даш С днем рождения Тебе большое Всем чатам Еще раз поздравляем Ну я тебе Все свои пожелания Уже в личку Выписал Выказал Спасибо тебе большое За рейд Я думал Ты сегодня Ну типа Отдыхать тоже будешь Не посмотрел Стримишь Днем рождения Чатик поздравьте Пожалуйста Дашу Днем рождения Я попробую Этот белый сука Квадрат Выключить Белый сука Квадрат Выключить Блять Не работает Магия Вот Выключился Еразия Он заработал Да Спасибо большое Ребята Здравствуйте Которые Даши пришли Уверен Все Не останетесь Но если кому-то Вдруг интересен ССН Скретониси То милости прошу Мы тут играем 40 минут уже И 4 часа до этого Играли в FIFA А потом будем играть В Red Dead Redemption 2 В целом Как бы стрим планируется Огого Какой длинный Так что Милости прошу К нашему шалашу Еще раз Дашу Спасибо И Днем рождения Мистер Меня обязали Сделать лук Состоящий Только из Клыков Львицы Рызи И акулы Нет ли у тебя Их клыков С собой Я отдам тебе Клыки Только если Ты хорошо За них заплатишь Конечно же Зубам Я знаю Цену Устроит ли тебя Прекрасный Клыкастый Лук С таким Луком Ладно Лук Достойный Ладно Ну и где он Лук бойни Ореса 34 уровень Оно нам Пригодится Ну-ка Ну-ка Вот он Лук Нет Это Вот Лук бойни Ореса Понижает Еще сильно Еще более сильно Точнее Уровень Урона Бийцы Уровень Урона Война Повышает Уровень Охотника Шанс Критера Вот такое Как я и говорил Нет Знаете Мне нравится Наш Клыкастый Лук А Стоп Подожди Самое Интересное Ведь То что он Говорил О том Что Клыкастый Лук Звучит Круче Он По идее Должен Был Сделать Вот Такой Но Такой У нас Уже Был И он В итоге Сделал Лук Бойни Ореса Че 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 Я Совсем Не Понял Что И Да Как Да Че Сколько Еще Буду В Одиссею Гонять Я В Одиссею Буду Гонять Пока Не Наиграюсь Я Вообще Сейчас Никуда Не Буду Спешить Так Что Если Ждете Редет Редемшн 2 То Он Точно Будет Но Когда Я Вам Второй Квест Дадим Пойдем Пойдем А вот он Месть Подают Холодный Так Подожди Все Пошло Факелес Дима Чатик Добрейший Вечерочек Надеюсь Я правильно Прочитал Ник Спасибо Большое И Взаимно Взаимно Рады Видеть Так Скажем Рады Видеть Конечно О Сид 63 64 Тебе Тоже Привет Нора Снежный Барс Ну Ка Снежный Снежный Барс Е-мое 34 Ноги 34 Нора 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 Будем Ли Мы С тобой Драться Нора Я думаю Что Будем Привет А вот И твой Барс Снежный 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 Барс А вот это Опасно Жигай Снежный Снежный Спорт за деды всё с кошечкой разобрались смотри какая у меня стрела есть 37000 урода ой жесть это стреломощный знаете и нора хорошо хорошо так что так что скорее всего мы ее возьмем к себе в команду прости нора плохо что она три четвертого уровня я типа но не подкачаюсь по по шкале наемников для на пятом ранге так и остаемся ничего 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 ну-ка ноги на 34 что там что там что там что там та 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 какой-то надо улучшаться прикольно бегать в этой игре оригин с вами скучно и просто одиссея то что нужно и на эксперт а тебе египетская вот эта тема не так близко как а греческая просто я смотрю в греческой точно сильно подкована тем может быть это просто не твою надеюсь нора прожила славную жизнь она была дурой потому что пошла в наемники и завела барса и взяла его клипуху я горит нора снежный барс не нам не жалко и привет последователи ореса отправились к аиду спасибо вместе чем тебе платить за все нужно платить особенно за мое время я понимаю жаль что мы не можем дать тебе больше а 685 драк ну такое себе ладно в любом случае я это делал ради опыта так что не страшно где в египетской они слишком много замутили правда греции уже заходит как по мне васька тоже пишет мне тоже греция больше заходит лучше заходит стих но origin своими тоже очень даже хорошо зашел просто в сравнении да быть может соглашусь чё там по снаряжению чё там по деньгам чё там вообще по прокачке возможны потенциальный лук бы вкачать лук бы вкачает лук бы вкачает кинжал крона бы вкачает до 35 а надо или до 36 подождем наверное лучше надо больше надо чем не надо на 40 на 40 еще больше потребуется ресурсов с другой стороны добить всегда можно как татуху поэтому я принимаю волевое решение отправляться кузнецу тем более тем более что впереди у нас критский бык один из легендарных животных один из самых знаменитых животных на самом деле потому что именно критского быка наряду с некоторыми другими подвигами завалил геракл все время и мы по его стопам пойдем а потом по стопам тисея пойдем бить минотавра нравится прохождение ассасина дима зову тщательность вопросы по почке поиска всяких сундуков но я же иногда просто отскакиваю от этого дела и бегу вперед если меня надоедает так что такое себе а я не знаю чем ты хочешь помочь помассирую мне ягодицы что он замолчал резко что ты ты замолчал улучшаю как раз как раз как раз как раз давай лук сначала хочу улучшить лук классный у нас лук клыкастый классный лук 6 процентов рун война кстати можно перебить там по моему уже 8 процентов можно набить ему ну-ка драгировка лук опасный классный лук вот выбрать он нахуешь плюс 2 процента добавим ну не добиваем эту гравировочку просто все отлично а сейчас посмотрю у меня там наверняка на гравировках на вещах точнее есть гравировочки которые устарели для вот допустим 40 урон при атаке сзади нет 10 процентов крит урона 15 процентов крит урон лишь перебиваем итак критует иногда просто мама не горюй а сейчас будет еще сильней это без гравировочки правильно потому что надо улучшать вот это дело или вот это или вот это или нанести ему гравировку типа 16 процент шанс отразить половину урона нормальный варик кинжал а я думаю почему я урона убийцы не вижу там же по-любому урон воина стоит а потом смотрю на гравировки тут урон войны и урон убийцы он и ночью смогу добавить урок урона охотника сюда 6 части дальний бой но тогда не знаю 15 процентов урон от попадания в голову можно сделать принципе я в голову часто бью или дать урон от кинжалов шли 6 процентов то что я сейчас на кинжалах срона сижу так ну окей тогда свинком остаемся на ручье амазонок на нас это же без гравировки плохо плохо урон убийц так нагрудник тисея он тоже без гравировки давай 12 процентов а тут нету что брони я хотел сказать а вот 18 процентов на руки тоже можно было эту гравировку набить но я чуть не стал но не стало ладно поиски с тоже что можно добавить здоровье можно добавить на самом деле или урон убийцы можно добавить или шанс критическому удару еще плюс 3 процента плюс 12 процентов урон от яны крит удар давая немножко подбавим 10 процентов урон такой нет на самом деле нет лучше 8 процентов урона охотника чем это давай тогда так действительно урон охотника хотя нет урон убийцы нужен потому что не добиваю давай урон убийцы я не добиваю были лучше лучше кармировочками под набьем себе это дело 6 процентов урон убийц сейчас перебьем на 8 процентов урона убийцы отлично может быть сейчас еще чем-нибудь улучшим ну-ка получится что-нибудь улучшить мэйби кинжалы да кинжалы получится а ну камон окей давай лук кинжалы сделали 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 можно еще наручим азона кучу я на самом деле вот это дело улучшил 629 да я бы его я бы его улучшил 911 кожи ё-моё да где мне взять-то столько кожи у тебя есть случайно но может быть 227 у меня может сейчас денег не хватит даже на это блин вообще от нас ребят надеюсь вы не против я включу рекламку пока всем этим делом занимаюсь если отсеетесь если уйдет народ из-за того что я включил рекламу я буду сожалеть конечно но вы возвращаетесь потом реклама не вечная 4540 я куплю чё делать сейчас чё-нибудь на продаю еще типа вот это вот то есть чего не может кожа выпасть я продам в принципе уже даже хватит норма сварик 19000 плена продавали так 600 кожи у меня погоди 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 у тиса я конечно очень крутая грудь но амазонки лучше а разобрать там 900 с лишним надо да короче не хватит не хватает а во еще эти поножите с и оставить или продавать для full набора может оставим сложно их оставить блин в том плане что возможно придется их слушай а может я их одену вообще-то смотри вообще-то ходить надо лол лучше ходить комплект бессмертного смотри какой бонус дает тоже крутой убийство становлю 20 процентов здоровья прикольно я добью 8 процентов по урон убийцы ему и все ботинки ареса и ну ладно не в итоге мне хватит и чувствуешь корон завоевателя хотя у него больше урона на война было но не ничего ладно так нет в итоге хватит в итоге хватит она нам и она нам пригодится давай значит смотри улучшаем 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 тело амазонки до наряд амазонки 911 до улучшайся так джеб теперь мы ставим гравировку на тело во первых что здесь 18 процентов давай 17 процентов показателя брони так и мы ставим на ноги на поножеке шея гравировочку урона хотел сказать убийцы до убийцы так и так скажу ух все на улучшались до устал в костер стал нормально согреюсь но охотника меньше зато доспехи здоровья больше нормально кассандра амазон очка на бедренные вот эти вот бы еще нацепить просто это как он чудо женщина ай бляха тупая женщина получается какая-то скажи что ты ищешь а сколько будет стоить улучшить по ножи вы какие по ножи еще 911 кожи да что вы насилуете мой мозг этой кожей где мне блин по косарю на шмотку кожи брать в еще бармалеи очень хочу вот эту так ну ладно теперь надо кожу копить на на бедренные щитки амазонок если тебе что-то нужно дай не понял сюда мы как-то разделе кассандру я случайно я честно айда на запад ребят можно даже можно даже отсюда прыгнуть чё нет скоро 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 критский бык а потом а потом а потом будем мы минотавра натягивать на меч очком что я еще мог сказать но только это ребята напоминаю про патреон пожалуйста имейте ввиду что полтора часа у вас осталось чтобы зайти на патреон подписаться так чтобы получить бонус за подписку рупора уже вот буквально на днях если подпишитесь только следующем месяце то через месяц только бонус вам прилетит потому что оплата снимется только через месяц я буду рад если вы все-таки решитесь поддержать нас скоро там уже гол 100 долларов пробьется но уже половину мы собрали если еще столько же соберем сколько собрали то мы начнем над вещей играть с патронами будет патронс дэй тип как с апдэя только с патронами и это будет ништяк я поэтому собственно все вот подобные фишки для сапов не ввожу я говорил subscribe для на твиче оно чисто для смайлов чисто для вас чтобы у вас были смайлы потому что мне даже вот с точки зрения прибыли не так выгодные подписчики как донат потому что с подписок мне идет только 50 процентов доната практически 100 с патреона мне тоже идет гораздо больше чем 50 процентов так что это гораздо большая помощь если если что вдруг имейте ввиду и да ссылки все внизу есть что больше нравится ассасин или reded redemption 2 я не могу сказать я очень сильно рассчитывал точнее рассчитывала думал что очень обильно прям думал что выйдет reded redemption 2 и я прям не смогу из него вылезти буду сидеть только в ней и не забуду вообще об ассасине других игрок но я вот до сих пор думаю и о фифе и об ассасине я я сталкере об сталкере хотел сказать я сталкере и о reded redemption то есть как-то наравне это здорово не то ни другое не шедевр на века но reded redemption про простоит больше гораздо просто ведь мне кажется чем assassin's creed в assassin's creed при этом как мне кажется делать больше все здесь упор именно на геймплейные какие-то разнообразия а там упор на реализм и на атмосферу не то еще не знаю в любом случае игры в том понимании в котором мы видим их сейчас они будут умирать потому что сейчас популярны детские игры казуальные игры мобильные игры большинство большинство это шутеры плюс ко всему королевские битвы никуда не уходят в общем именно такие игры будут уже как reded redemption 2 достаточно большой редкостью на самом деле так уже является вот так будет еще еще и еще еще сильнее с каждым годом к сожалению историю про пиратов карипецкого моря я не слышал расскажите пожалуйста такая бесполер если можно туши не смотрел последний последний фильм а про последний вообще не помню как раз пересмотреть подписки вы не там кошара ты иди иди отсюда да что в тебя не попал что ли слука урон какой а по голове смотри смотри сюда смотри смотри сюда оп с первого раза убил молодец с первого раза даже даже не выстрелив убил голову попал сейчас нет и счастлив сейчас вообще какую-то ерунду сделал все отлично все ништяк я напоминаю нам нужна шкура я поэтому отвлекаюсь на охоту если что ты это мне сказал слышь так подождите игру попал я же отморозок я же отморозок от редэмшен маньяк просто о каких явных жирных минусах и плюсах можешь сказать в ассасине минус в ассасинскриде в этом заключается в банальном он выглядит как игра прошлого поколения он не удивит как игра триплей именно визуально и постановка как игра триплей он выглядит чисто разнообразием геймплея а этого мало это не касается если честно красот лесных танец движок рисует чудеснейшие картинки дизайнер и это один из самых жирных плюсов здесь невероятно красиво именно в природе то есть на фоне всегда просто какие-то чудесные пейзажи мы находить находились постоянно вот и разнообразие геймплея то есть эта игра для тех кого игр денег мало и они любят такой геймплей и они могут позволить себе взять вот эту игру на консоли вместо топового компа и кучи других игр и наслаждаться разнообразием геймплея что здесь произошло меня подозревают в том что я укрываю дезертиров ладно не подозревают знают эти малакас так меня избили не встречался человек по пути сюда тощи такой в военной одежде я нашла тело возле обрыва там была записка нет-нет-нет не может быть мы почти переправили его домой к жене я обещал ей что его минует участь других дезертиров ты рискуешь жизнью чтобы помочь вы близки или он так много платит все это ради жены жены какой жены его жены все всегда ради женщины да его забрали на войну она все рыдала а моя работа помогать людям исчезнуть ну не в этом смысле конечно и я решил помочь им воссоединиться у меня как обычно произошло алиса зашла я ничего не услышал расскажите мне пожалуйста что тут что это за выбор очень добрый поступок ты хочешь его жену я не слышал чё тут происходить единственное думаю это при запуске пиратов карибского моря без участия в проекте джонни деппо но это правильно все фильмы с джонни деппом последние не окупаются ни один единственная франшиза была пират карибского моря это последний тоже провалились джонни депп списан у кого я видел этот квест если смотрю с искры только у димы сам не проходил может быть проходил или может быть все таки натыкался на кого-то что тут было то ребят чем чем в чем вопрос что я выбираю все пропустили диалог все все болтали о джонни деппе да они сжили персонажей вы да все про ясно ну и все ну и сами виноваты ты хочешь уже мучишь его жену это не так ну я думал об этом но я просто я хочу сделать ее счастливой не сомневаюсь нам нужно касабель к его жене то есть если стражи нашли меня найдут ее пожалуйста иди к ней я приду позже и увезу ее я помогу где мне ее найти иди по дороге в кедонию ее дом будет слева на двери зеленая ткань скорей я догоню тебя ладно окей приходим в кедонию а там на каждой двери зеленая ткань ничего делать вот что в ситуации делать какая-нибудь за дура соседка пробегала мимо и такая прикольно зеленая ткань на двери это что модно окей я тоже хочу и все повторили сначала за ней потом за друг другом и в итоге у всех зеленая ткань на двери фантастические существа сейчас выйдут еще погодите джонни депп еще вернется это будет еще один то это единственный фильм который окупается да но уже без 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 глобального влияния джонни деппа на это то есть это не будет тот фильм где джонни депп главная звезда в таких фильмах он может спокойно играть и дальше это на самом деле лучшая тактика чем какие-то сольники построенные вокруг джонни деппа потому что мне он лично нравится и многим он лично нравится но не массе масса жестоко масса не хочет джонни деппа окей пироги им так что пусть снимается там во всяких мстителях гарри поттеров властелинах черных разумов и так далее и тому подобное и будет всем счастье все будут видеть его мордашку и фильмы будут окупаться смысле кто я такая я афродита нет я афина прошу прощения думаешь тебя так легко не возьмешь ой это почему потому что так умеешь прыгать сутри я легжу я не могу встать не неправда на я спартанка мать твою а жену-то херанули тоже набитка и печалька плак плак чат снаружи мертвые стражи молодец вместе меня опередили оставалось только отомстить за нее она верила мне я хотел сделать ее счастливой но сколько не пытался приносил ей только боль больше ничего не стоило рассказывать ей что я хочу вернуть ее мужа это ведь я виноват да нет не ты ты меньше всего хотел чтобы все так закончилось когда она улыбалась я знал все хорошо не важно кому улыбалась сделал что мог но этого недостаточно да да ты прав возьми я хотел отдать это ей когда помогал избежать эскидонии ибо пригодилась теперь им это не нужно а мне хранить слишком не уносимо возьми в качестве оплаты за труды и прошу уходи на кей спасибо браслетом дал драхмадал приступил к оплакиванию так но знаете ли здесь конечно еще квесты волнение вот я вижу здесь еще на западе рядом с кузнецом повтори но мы это все прекрасно понимаем куда мы с вами да мы отправляемся на охоту за критским мать его быком а охотник а а а а а а а а а классный еще чем можешь круто ох ты так Вот он. класс топ-топ-топ кирилл сказитель так ну спасибо ты набил мне в принципе ярость это тоже неплохо иди ко мне фобос фобос энд пегас из фобос иди ко мне говорю ты все ради транслировал одного парня как тебе он талантливый парень да я поэтому или берега шу его молодец пацан хороший спокойный воспитанный умный чувак тимур чай канал называется все верно когда есть свободная кошка даю ему рехвост два раза уже легко сдал он написал выбросил рекламу купить но я не продаю рехвосты но хорошим каналом почему бы ему помочь более что мне вот нон-стопом помогают я тоже могу главное чтобы это имел какой-то толк чтобы люди приходили оставались когда вот так что да ребята которые пришли сейчас от даши буду рад вас видеть чаще здесь критский бык отец минотавра ну батенька ты и сыночка баху я тебя скажу услышь я creat ты Ура! Ура! У-о-о! Да, нихрена ты. Короче, убивать тебя надо так же, как сынка твоего, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, критский бык, если честно, какой-то скучный. Он и никого не зовет, у него и движения какие-то слабые. Ну, такой, шкуры 88, зато с него. Не знаю, на что я рассчитывал, но он реально какой-то скучненький. Хижина пастуха, интересный совет, что там. Перезапуск зачарованных — это просто изнасилование моего детства, к примеру, Пантифигарет. А что ты взял, что зачарованных целевая аудитория — фанаты прежних зачарованных. При запуске, точнее. Почему ты не думаешь, что это то самое золотое правило хорошего бизнеса, как я уже говорил? Повторение, повторение, повторение. Просто потому что, если у тебя аудитория молодая, то все, что тебе нужно сделать для молодой аудитории, это удивить ее точно так же, как удивляли молодую аудиторию, 10 лет назад, 20. Потому что это сработает. Ну, то есть все. Поэтому беру бренд, о котором слышно, который подпитывается информацией со стороны взрослых. Делают кальку с него. И продают другой аудитории, не фанатам оригинала. И уж тем более, не понтифику из России, который ни за одну серию зачарованных не платил и никогда платить не будет. Сейчас понтифик такой. У меня вообще-то коллекция. Коллекционное издание из «Чаровных дома». Что-то вот это вот. Поднимаю еще один левел единый минотавр на 36-м, на 40-й. Более реально, чем на 34-м. Хотел еще. Так, сейчас ладно, до хижинки. Потом, потом сюда. Снимки уберите, пожалуйста. Все, спасибо. Блин, надо было, мы были рядом, надо было синхронизироваться. Что же я? Это вот не сделал-то. Только не они, русскую комедию я не смотрел. Но, если интересно мое мнение, это, конечно, не комедия, но я могу посоветовать кое-какой русский фильм. Сейчас, секунду. С потрясающим актерским составом, как мне кажется. Сейчас я скажу. И очень крутой фильм. Очень крутой. На удивление прям, прям восхитительный. Сейчас, 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 и русский. Настолько крутой, что даже Еве понравился. А Еве русских, русские фильмы не очень даже, не очень любит, точнее. Да, в общем, сборы в России у них, конечно, тьфу, просто. 19 тысяч долларов всего лишь. Зато, слушайте сюда. В ролях Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов. Ну, остальные уже не важны, на самом деле. Вот это троица. Фильм называется «Жили-были». Фильм 2017 года. Режиссер Эдуард Пари. Сценарий Алексей Бородачев. Шикарнейший фильм. К сожалению, всего лишь 8,5 тысяч человек в России сходило на этот шикарнейший, как я уже сказал, фильм. И на IMDb, на IMDb у фильма рейтинг всего лишь 6,1. И мне кажется, что голосовали люди, которые не смотрели фильм. Вот, потому что фильм, правда, классный. Ну, может быть, просто мое мнение очень сильно отличается от тех, кто посмотрел его, конечно, это тоже возможно. Но я бы, конечно, хотел бы, чтобы этот фильм знало больше людей. Ну, и рейтинг подняли бы. Был бы здорово. Так, жили-были, повторяюсь, класснейший фильм. Ну, и чё, вот хижина пастуха, и что? Ясно. Понятно. Не знаю, почему я думал, что-то найти здесь. Гениальнейшая, классная, здоровская. Козь здесь сыр нашел. Потрясающе. Потрясающая находка. Они говорят, что ты не прав, но качество сериала реально страдает, а гиперфеминизм процветает. Нужные темы хайпа затронули. Ну, и всё. И правильно. Я повторюсь, фильм, сериалы вот эти, вот, американские, они снимаются не для вас. Они снимаются не для русской аудитории, вообще ни разу, несмотря даже на то, что там какие-то медиатеки, Иви, Кинопоиски и Мегу Гошеньки, что-то там продают в русском рынке, в русском сегменте, что-то пытаются развивать. Несмотря на это, ключевая и целевая, главная аудитория американских телевизионных компаний, это американский зритель. И американский зритель, в большинстве своём, этот вот человек, который именно телевизор смотрит на кабельном ТВ, он всё это дело любит, смотрит, и ему этого надо. А вот нам не надо. И делают не для нас. Мы просто в чужую тарелку смотрим и бесимся, что вот они могут так круто, но делают не для нас. А мы не можем так круто. Поэтому делаем то, что надо для нас, но говно. Вот так это всё время происходит. Все эти выкрики о том, что... Говно американский сериал, говно, говно... Они... Никакой подоплекки не делают. Всё равно, что суп сделали. Сварила. Тётя Маша сварила суп твоему другу Егору. Ты пришёл к Егору? Или даже не пришёл к Егору, а с улицы просто. Стоишь и орёшь. Суп говно, тётя Маша делает. Говно. Вот у меня в детстве суп был. Вот это суп. А у тебя говно, Егор жрёт говно. Ха-ха-ха, Егор говно жрёт. Тётя Маша суп говно делает. Вот так это выглядит. Ну, для меня. Просто, по-моему, прекраснейшая аналогия. Всегда её представляю, когда кто-то из России кричит на что-то там. При этом, я не говорю, что я сам так не делаю. Типа, я он нон-стопом ору на Electronic Arts. И кричу на FIFA. И на многие другие игры. И так далее, и тому подобное. То есть, я не говорю, что я святой. И не делаю так. Нет, нет, делаю. Все мы люди. И я эмоциональный людь. Местами. Вот. И когда это место очень хорошо потереть, эмоции. Начинаю дошкаливать. Выпрыскивать. Все, хорошие, короче. Прекращай вовремя. Ну, что такое? Ну, я тебе говорю, ты не хочешь драться, ну. Чего познаю? Ну, ребята, оно хуже. Валер. Дай мне. Да, хорош ты. Чего такое, может? Ксенофар. Да ты, ты бесишь. Я, видишь, не с тобой вообще дерусь. Вот прям вот допытывал меня. Ха-ха. Ха-ха. Мне очень не хватает того, что я больше не могу щиты выбивать. А я не понял, ты женщина или нет? Или, или, или нет. Класс. Увернулась. Давай, еще раз. Ну, давай, давай, давай. Ха-ха-ха, убито. Ой, жесть. Все вопросы, как все. Петров как актер. Сейчас я, может быть, затуплю. Но я лучше загуглю, чтобы точно не перепутать. Арсений Андреевич Петров. Значит, мне очень сильно нравятся некоторые его роли. Но много фильмов с ним я не смотрел. Я бы даже так сказал, большинство фильмов с ним я не смотрел. Я не смотрел Гоголь. Сейчас выйдет по подписке третья часть Гоголя. И посмотрю сразу все три. Я хочу посмотреть очень сильно лед, потому что мне понравилось. Я не смотрел Затмение, Притяжение не смотрел. Неуловимый не смотрел. Сериал для Метод, он хорош, но, насколько я понял, вот это амплуа, которое в Методе за ним. Это вот такого мачо, который такой богатый, всесильный, расхесос. Он придерживается и в других своих картинах. Возможно. Я не прав, конечно, возможно. Но в большинстве трейлеров по фильмам, которые я смотрел, он представлен именно в такой роли. Опять же, фильмы мало видел с ним. Так! Откупаемся, господа. Все, отлично, искупались. Откупились, искупались. Понеслась. Класс. Мне нравится, что у меня костюм. Чудо-женщины. Такая она, смотри. Ну, сейчас, секунду. Нужна музыка просто подходящая. Не знаю, почему я именно телефон взял. Чтобы прям... Чтобы прям четко... Четкого нарушения правил не было. Сука! И интернет плохо ловит на телефоне сейчас. Короче, представьте, что под эту песню идет, знаешь, мотив какой? Из Тора третьего, когда Валькирии появились. А в голове... А в голове... Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И? Вот так. Типа, я так и хотел изначально, конечно, да? Костюм чуда-женщины. Костюм амазонки. Давай наверх. Диск-тик-тик-тик. ГУПУ- ГУПУ- там тогда он там храм артемиды диктиме отлично методе в полицейском срублевки персонажи отличаются хоть это не сразу заметно а вот полицейского срублевки не смотрел и видишь хоть и не сразу заметно проскальзывает значит все таки очень много похожего значит все таки амплуа часто соприкасается хорошо что персонажи отличаются но амплуа сомпла все понятно ну не знаю если он ну гоголя же он не мог такого же сделать правильно я посмотрю вид 3 части иск там уже будем будем общаться если у него и гоголь мажор срублевки рублевки то это конечно уже плохой актер который просто играет самого себя если гоголь у него гоголь может быть свой но гоголь может быть авторский прошу но именно другой персонаж то значит умеет играть у тебя неприятности вместе в кедоне и начались беспорядки стражи и торговцы вцепились друг другу в глотки работа стражей помогать людям что их так разозлило налоги они слишком высоки и торговца отказываются платить а стражи настаивают их командир диокол не солдат а просто разбойник а волнение снижают мой доход попробуй предотвратить новые беспорядки в кедоне алчный командир стражи беспорядки в городе звучит серьезно и награда будет серьезная уверен мои драгоценные камни тебе понравятся с радостью помогу славно стычки обычно происходят на горе в восточном базаре и на пристани хочешь узнать еще что-нибудь я услышала достаточно делай все что требуется но будь осторожно есть люди которым эти беспорядки на руку мы надеемся на тебя окей хорошо волнением ладно в общем вы этого хотите да сейчас секунду погодите реклама тогда бахну что ли потому что ведь заблокирует ролик снимут монетизацию с этой записи на youtube ладно смотри и и и и и Продолжение следует... 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 2000 нанимаю главного редактора И вновь освобождаюсь полностью для вас А проектом руковожу уже сторонне И Как наблюдатель 3000 долларов Подготавливаем сайт и выходим на новый уровень Собственно это такая заоблачная мечта Сейчас у нас 57 долларов И 100 На 100 долларов Начнем проводить игры с патронами На Твиче Вот что у нас там такое Вот А если ты спрашивал про Твич То на 300 саппоинтов Появится новый Смайл Все очень просто Подписки на Твиче чисто ради смайлов Вся остальная помощь через под три года Минимум потому что Ну типа От вас до меня больше денег доходит Если именно там подписываться Если Если оформлять подписку на Твиче То 50% только Но Подписки на Твиче говорю Дают доступ К смайлам А смайлы это круто Ну и соответственно Сверху Есть смайлик Уже показан Какой смайлик откроется Приветственный смайл Не так Не так у нас 50 долларов 57 долларов из 3000 Это да Это да Но Помимо этого Там же не только голые Там есть и тиры То есть Я могу его прочитать Если вам интересно Типа Вы можете поддержать меня на Патреоне От одного доллара Став помидорным Ты получишь доступ к постам На нашей странице Патреон В которых я буду публиковать Уникальные новости о каналах Только для тебя Рупор От 10 долларов Ты получишь доступ к секретному сообществу Вконтакте В котором мы вместе будем решать Те или иные вопросы Моей деятельности Вы станете главным рупором В управлении моим творчеством То есть Мы будем выбирать игры Мы будем голосовать Мы будем многое делать Вот сейчас допустим Подготавливается целое прохождение Первая серия которого Доступна только для рупоров Только для них И будет подготавливаться Второе прохождение А потом рупоры Будут решать Какое из этих прохождений Пойдет на канал Первым А какое может вообще Не пойдет Такие дела Рупор с кружкой Это 25 долларов Все что Получает Все что и рупор Плюс кружку На выбор из моего мерча Вы знаете Там сраный мерч Дальше круче Херовые Дорогие Большие кружки Нахер никому не нужны Они топовые Классные Так что Почему нет Рупор в достатке Это от 100 долларов Все что и рупор с кружкой Он получает Плюс уникальную коробку От меня С маленькими ништяками На память И когда я буду ее собирать Я даже сниму ролик Об этом Специально Где все И покажу Рупорище От 50 100 долларов Все что и рупор в достатке Плюс геймпад Для Xbox One Или для PlayStation 4 На выбор С эксклюзивным дизайном Со мной С проектом С вами С Patreon В общем Классный дизайн Для крутого геймпада И королевский рупор Это 1000 долларов Все что и рупорище Плюс банка Консервированных помидорок Ну Что еще нужно чуваку Который 1000 долларов Готов в месяц отдавать Это Банка консервированных помидоров Очевидно Рупор Бро Есть еще 2000 долларов Все что и королевский рупор Плюс если живете в Москве И Московской области Или будете приезжать То раз в месяц Буду проводить день с вами Угощать лучшей пиццей и бургерами Здесь действительно В Жуковском И в Раменском Есть самые лучшие пиццы Которые я в жизни пробовал Самые лучшие блинные Которые я в жизни пробовал Самые лучшие бургеры Которые я в жизни пробовал И всем этим я смогу вас Угощать С вами болтать Целый день с вами буду проводить И 3000 долларов Это дядя Он получает все что и рупор Бро Плюс вдруг Подруга Ты стал моим личным дядей Я там написал На которого я работаю Ты считай главный инвестор Моей деятельности У тебя решающее слово Во всех решениях По поводу моей деятельности На всех Платформах То есть Что-то типа Главного акционера Грубо говоря Ты их сам законсервируешь Ну конечно Сережа Ой-ой-ой Не-не-не Не хочу с ним говорить Все уходим Заболтались 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 А где сдача А вот и сдача кустов Опять напомнил Про помидорки Помидорки Консервированные Это то, что Джопу любит Джопу Мне тебя нужно на Новый год Наверное Панку помидоров Консервированных Отправить Чисто от меня Подарок Пробовал шаву Уже куст Да Шаурма Здесь тоже есть Очень классная Правда В ней со временем Стали добавлять Меньше мяса В кое-каком месте Одна шаурмичная Которая была Очень крутая Она загнулась Потому что Перестали следить За товарами За товаром И там часто Протухшее мясо Было другая Не знаю Почему закрылась Там очень вкусная Необычная шаурма Была Очень необычная Наверное Потому что кошки Закончились Потому что мясо Дико необычное Очень похоже на курицу Вообще Да очень вкусная При этом И третья До сих пор работает Но там теперь Меньше мяса Больше овощей Ну по Здрасте Маллака Что произошло Очевидно Его убери Хочешь вернуть Свои камешки Месяц Тогда приходи На двор Южно-восточного базара Лучше уходи Из кидони И больше никогда Сюда не защищайся Дюкал Я не понял Ты меня зовешь Или прогоняешь Наплатить В Раменской Извысквы На электричке Лучше Но без пробок На электричке Да Дюкал 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 Смотри Дюкал 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 Как так вышло Как так вышло Дюкал Я не знаю Как так вышло Играет музыка Играет музыка Играет музыка так заколебали меня если честно эти ребята охотники и ротники 34 уровня чё там по наемникам я никуда не двигаюсь в тишине 34 уровня эти наемники до смысла нет с ними драться давай откупаться мы все получается что реально все а нет вот же еще миссия а потом я еще опыт получу когда верну 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 шкуру критского быка точно его на мягком отлично классное место для для паркурщика стам энди x-ray мэна благодарит мне ваш интересно стало прочитать счетом написал x-ray мэн а он ответил насчет электрички тоже надо в раменском нет в жуковском очень крутая бургерная в жуковском очень крутая пицца пицца называется пицца приехала самая лучшая мире и который я пробовал по крайней мере и в раменском есть самая крутая блинная но разве что наверное блинная в смоленске с ним не то что сравнится может даже перебьет но она все равно очень крутая и при этом достаточно дешевая блины очень крутые большие сочные стоят по 100 там 150 рублей короче очень дешево вот а пицца и бургер в жуковском только не жалобно пищат да ничего 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 ну ка интересно что за миссия потому что здесь еще и кузнец может быть тоже какой-нибудь крутой шмот подгонит выработанная шахта да кстати сколько у нас шкур у тебя хороший вкус и шкурки есть куплю у тебя все у него можно купить единорога ребят помните единорога из оригинс вот он 6400 всего лишь но у нас но у нас очень классный гендюба осуществить пегас я же велел быть осторожным что случилось твоим товаром что случилось твоим товаром кругом одни тупицы разбили мое обсидиановое стекло ты сам и нес этот ящик что ты там сказала я говорю вот же неуклюжие именно теперь мне нужен обсидиан мистия найдешь его отдам тебе свой лучший клинок договорились этого хватит вот это запас вместе или торговец а прекрасно этого хватит держи месте как обещал я знаю что мне типов меч авариса мы я знаю что мне типа нужно обсидиан этот хранить но мне так падла было и идти за его обсидианом что я решил сделать так меч аварис в общем это говномеч какой-то опять так даже плюс 16 процентов урона в режиме ярости плюс 5 процентов урон 12 процентов урона воина его же еще и можно загривировать загривировать загриви раввировать муки чисто чтобы показатели увеличить так и все получается но слушать чё такое то почему я не поднял давень дойдем до пещерки ну или чё там 36 уровень хочу но я еще раз говорю если я пойду шкуру критского быка дам я как бы получу этот самый но все равно внутри что нормально будет гасить минотавра или нет меня стреляют Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Есть. Нихера. Вот что у меня есть. С ровным счетом нихера. Блин, чат оказывается залип, а я... А я думал уже, вы мне перестали писать. В новую классную... Я новую классную шутку придумал. Значит, ты держишь в руках, сику, Прометтея. Помните, да, наши замечательные истории про Сережу? Борода-то нашего дядечка. Своего прикладного Божия. Конечно же, безусловно. Возраст у человека 28 лет. Возраст, я вам скажу. Он уже начинает забывать о многом. В том числе и о том, что... Сику пропитая мы уже с вами... Держим в руках не первый стрим. Ну, ничего, Сереж. Мы с тобой. Ты обращайся, если чего. Мы тебе напомним. А еще главное, знаешь, это... Блокнот с собой носить, чтобы... Чтобы прием лекарств не пропустить. Шучу над этим, а на самом деле... На самом деле. Я ведь сам таскал с собой блокнот. Тише, тише, тише. Чтобы не пропустить. Прием лекарств. Наверное, это потому что... Это что от 28 лет. Черт. Говно какое-то получается. Гоу. Че начинаешь, друг? Уйди. Больно. Че, ты прыгнул? Тридцать шестой. Я прям... Я прям чувствовал, что... Надо сюда идти, чтобы поднять тридцать шестой уровень. Тебе сообщение насчет сайта твоего будущего написали. Если ты не видел... Нет, я не видел. У меня чат завис. У меня напоминал на телефоне стояло, когда я витамины пил. Ну, блин, ну, у меня тоже. Ну, я как бы смысл именно... Нет, ладно, у меня блокнот. У меня был блокнот. Все. Ну и все. Начал держать Сику Приметей в руках, когда мне было 13 лет, Сережа говорит. Это она у тебя такая большая была, что ты до 13 ее в руки не мог бы взять или че? Что, Зай? Баба, ты там писи. Ну, иди писи. Ты чего? Ты чего? Бабуль, ты уже будешь. Зай, попробуй. Давай, 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 давай. Я не знаю, почему я его могу греть. По способностям. Че будем качать, а че не будем качать? Да ничего не будем качать. Нам нужно культ уничтожать, чтобы качать. Культ. Я хочу тебя уничтожить. Культ. Я хочу тебя уничтожить. У меня каждая тоже тема. И вот эта тема, и вот эта тема Надо, наверное, вот эту тему качать А в чем смысл? Да нет, на самом деле, нет смысла Да нет, нет смысла, реально Остаемся А чем хочешь делать сайт в будущем? Если нужно, могу помочь с этим Нет, спасибо, не нужно Спасибо большое, не нужно Не в обиду Предыдущие сайты провафлились именно из-за Димы, обращайся, у меня опыт 20 лет Я тебе все сделаю по-братски Не ради денег Так что нет Даже вариант У меня есть знакомый, который Ну, для меня все сделает А я за тебя поручусь Ты ему даже деньги заплатишь Даже такой вариант не прокатит Потому что так тоже нет Давайте не будем думать о том, что еще совсем-совсем не скоро Давайте думать о насущном О насущном у нас О, еще один патреон Заримба Саша Нет, он просто отредактировал с 10 долларов до 1 доллара Он обратно поменял с 10 до 1 И стал опять помидорным, а не рупором Ну что ты, Саш, ты туда, ты сюда Ну все, не буду Я тебе написал, что Типа, спасибо тебе большое за поддержку Кинь ссылку Ну, уже не кидай ссылку За 1 доллар ты в группу не попадешь За 10 только А если сейчас вот опять поставишь 10 через день То придется месяц ждать аж До следующей оплаты, чтобы ссылку получить Эх, Саша, Саша, Саша Думал обрадоваться, что у нас плюс 1 доллар В патреоне, а у нас минус 9 оказывается Ну что за? Ну что за? Ну и ладно Я еще раз повторю вопрос про Про, 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 про Про вот этого господина На 36 ему его нормально месить? А вы думаете? Вообще очень красненькая Не очень хочется месить очень красненького, да? Да, наверное, да И не будем месить мы очень красненького Заглавные контракты Кровоприказы Спартанских предмодителей Спартанские ящики с припасами Ох, ничего себе Так, а мы как раз на спартанской территории Есть здесь что-нибудь рядом Ящики с припасами Ящики, ящики Нету? На фанфоноргазер 100 рублей Спасибо тебе большое Спасибо Сейчас тебя в топчики закину Блин, за 6 часов Первый донат Спасибо Спасибо большое Очень приятно Давай в топчики закидывайся Вместо Айохи Айохи очень долго провисел Блин, не помещаешься Ладно Тогда так Так, и сообщение Ой, улетел очень далеко И сообщение Тебя Следующее Как всегда с тобой Спасибо тебе большое Вот оно твое сообщение Спасибо Очень приятно Это вот как раз Саша за Рэмбо Саш А что ты поменял с 10 до доллара В патреоне Ты смотри Сейчас вот Я тебе написал В патреоне Что-то Дай ему ссылку вконтакте Я добавлю тебя в группу Ты поменял с 10 до доллара В патреоне И все В группу уже Прохода нет Сейчас Через 23 минуты Уже съем Так скажем И если Не поменяешь обратно То в группу доступ Аж только через месяц Так Я не то смотрю Сейчас денег А, ну ясно Ну тогда Спасибо тебе большое За донат За 100 рублей И за дойер Спасибо На патреоне Тоже хорошо Одиссея Бить или не уметь А где 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 задание Нет, а где Где задание Связанное с животными То В мире персонажа Может Да, да, да Вот они Богини заходят Может охотой Тогда заняться Все вообще Гены 36-й 35-й Какой Критский бык Мы уже убили 36-й волк Ликаон Ликаон Обитает в Лаконе Он в северо-западной В северо-западной части По устрову Диаскуров Имеет смысл До туда доплыть Так и имеет смысл До туда доплыть Холл и лотов У нас тут Элли не имеет Может две шкуры И сразу принести Хотя 2 часа 13 минут Уже прошло Наверное лучше Переходить в Ва-ва-ва-ва-ва Куда? В Радо-Трэдамшин Правильно? Хотя вот Хоть убейте Но я бы Наверное Еще поиграл бы В Ассасина Конечно Странно Но все-таки Скидки Диджитал Делюкс Эдишн Почему я добавлял Сиан Докс Карибен Тейлз Скидка в Стиме Почему-то добавлял В список желаемого Игрушку Скич Что это такое? Что это за игра? Русский язык Переносит в альтернативную Реальность Разрушенную Первой мировой войной Европы 1920-х годов А, это типа Настолки Типа цивилизации В виде Настолки А, прикольно Скайс Скайс Диджитал Скис Бля, хер Произнесешь А Си Докс Это же Корсары Карибен Тейлз Пираты Карибского моря Это как раз вторые Корсары, да? А, нет Это не вторые А, так скидка вообще Смотри на На Корсаров В целом Каждому свое На всю На всю Линию Корсаров Скидка сейчас 70% Неплохо 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 Где же ты Где же ты Где Охотница Охотница Рада нашей встрече С этой шкурой Бык Долго не хотел Расставаться Ты Великолепна Долгие годы Тренировок Наемникам Необходимо Оттачивать Навыки Ты достойна Высших похвал За преданность Своему Искусству Я добуду Остальные шкуры Вау Одеяние Верховной жрицы Артемиды На 35 Урин Интересненько Ну-ка 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 Через это дело Кстати О, это тут Прям Да Ну Охотника Больше Да Ништяк Для воина Конечно Хуже Ну Выглядит Оно Так Зато Комплект Артемида Даст Плюс 15% Урона От способности Охотника То есть Прям луком Будем Пехать Вовсю Блин Я совсем Забыл еще Про пультистов Вот этих Биоти И Каринфи Биоти и Каринфи Есть ребята Которых надо гасить Вот Биоти Вот Каринфи Биоти у меня еще и не открыто все История сфинкса Щитин Георгия В Биоти Он находится в южной части озера Капаида Его стоит поискать Среди странных развалин Так В общем Спасибо большое Наверное Ютубу Я скажу И На самом деле Я Поиграю еще В Assassin's Creed Потому что Я хочу И мне очень интересно Я надеюсь вам тоже Так что Минимум 2 часа еще У Ассасина А потом В Red Dead Redemption Ночью Когда никто Нахер не будет смотреть А быть может вообще Редед Redemption Не будет я еще не знаю Но пока в Ассасина Ну нравится мне Не знаю И прям вот идем Мы хорошо В общем Спасибо большое Ютуб Увидимся в следующей серии Дальше круче Пока